всем привет итак вторая часть видео про транспорт немного комментариев по первому ролику мне пишут что в москве мол тоже уже вход во все двери я знаю застал но я хотел бы обратить внимание на следующее ведь вы помните совсем недавно когда люди стояли под дождем ждали автобус когда он подъезжал с опозданием и начинал себя запускать в переднюю дверь всю толпу когда все начинали туда протискиваться пытались оплачивать пытались пропихнуть сумки коляски через копившихся там людей когда приобретали билеты у водителя по спекулятивной цене и задерживали очередь сзади когда у людей возникала ненависть к таким же людям которые не виноваты в тупоголовости властей и навязанных ими правилах помните представьте теперь в какую больную голову могла прийти мысль бороться с безбилетниками ограничением для вообще всего населения всех под одну так сказать гребеночку как обычно наверное можете представить уровень ненависти к своему народу у того долбанного дятла который все это организовал это первое ну второе это типичное решение в духе российских правящих ублюдков принять идиотское решение провести кучу подготовительных мероприятий на деньги бюджета провести коррупционные закупки и работы по внедрению своей бредятина ну как положено с откатами распилами и прочими плюшками а потом отменить и ура народ благодарен за то что ему разрешили ходить во все двери ему разрешили делать то что раньше он делал без проблем ну и заодно домика в себе прикупить и построить еще один бордюрный заводик а что в польше но вы видели в первой части автобус как автобус приходит строго по расписанию удобный вход слово маршрутка тут явно незнакомо для колясочников есть специальная кнопка и специальная платформа на крышах автобуса стоят солнечные панели и нет гордой надписи во весь автобус я электрический тут это в порядке вещей ну сами знаете гордые надписи только для того чтобы отвлечь внимание людей от других недостатков которых в путин лэнди больше чем преимущество к сожалению наверно я уверен в том что тут никому в голову не приходил проводить такие тупорылые эксперименты с людьми за их счет как платить поездку просто тут действует единый билет по времени то есть все пересадки между всеми видами транспорта не требуется оплачивать билеты можно брать в автомат которые мы показывали в первой части или использовать для их покупки и активации приложение як до яды о приложении расскажу в конце видео в метро вы обратили внимание на то что нет дебильных путин лэндовских рамок и злобных лактеров при них также нет целый оравы дремлющих в будках теток которые тоже получают зарплату с налогов а также тут и шарахается наряд карательных войск росгвардии видите как все плохо однако террористов тут ничего не взрывают спящим теткам тут никто не хочет платить бюджетных денег и все нормально везде чистота все катается четко по расписанию никто не насилует раз плюсом своими свистелками перделками все отлично транспорт почему-то работает ну метро не такое расписное как в москве ведь это не просто транспорт он выполняет простую функцию довести человека из точки а до точки б мне вот лично никогда не было понятно точка зрения людей кричащих там у нас метро круче да насрать музей насрать абсолютно что мне лично от того что она отделана фальшивым мрамором и краской под золото ну зато там воняет бегают крысы и что-то постоянно течет а фальшивый мрамор когда нужно подремонтировать тупо замазывают алебастром и сдается мне что толпа туристов фоткающих эту красоту и вмешающие обычному пассажиры потоку просто фоткает то что какой-то ненормальный человек повесил в деревенском сортире подлинник рериха и положил рядом венеру милоскую так что транспорт тут выполняет роль транспорта они дворца достижений каких-то там кого-то искусств чего-то кого-то к тому же какие достижения в сети достаточной информации про то что его все таки не строили просто откопали отмыли ну посудите сами люди в стране голодают после войны нужно развивать производство поднимать страну но как обычно правящие твари плюют на людей и начинает возводить мраморно-гранитный позолоченный сортир под землей ну да с хрустальными причем люстрами там что-то не вяжется или вяжется вы заметили эту бабку вахтершу или бывшего алкаша контролера который заставляют сложить или разобрать по запчастям велосипед нет тоже не заметили зато мы заметили лист благодаря которому не нужно тащить велосипед на горбу по лестнице и благодаря которому инвалиды и пожилые люди могут без проблем спуститься к поезду и подняться наверх даже без карточки без социальной без ничего подошел нажал и отошел а да кроме кроме лифтов есть еще и инсталлатор на улице подъемный тот уже мистер оленивод этого мне масочками во время пандемии в метро спекулировать варшаве транспорт представляет собой единую экосистему и вокзал является крупным хабом этой системы отсюда можно отправиться не только в другие города и страны но также удобно проехать по городу давайте еще раз заскочим в электричку и доедем туда садимся на электричку едем на вокзал о как обычно тут есть лифты и скалатор ну и обычная лестница и и и и и и и Вот так же есть формация. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. В электричке, как и в метро, проход по всему поезду. Без засанных тамбуров, болтающихся дверей, которые не хотят закрываться. Нет бомжей внутри, нет снаружи, нет бухающей и смердящей компашки. Вот ведь чудеса-то. Похоже на МЦК. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мы приехали на центральный вокзал и выходим. Бокзал находится в партере. Все поезда приходят вниз. Но используемся экскаватором, чтобы поднято. Продолжение следует... 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 Явным маркером гниения, гниения всего, начиная с пляшья. В следующем видео мы вам покажем остальной вид транспорта, скажем так, индивидуальный, не общественный. Имею в виду самокаты и велосипеды. Коих тут предостаточное количество и стоят они на всех углах. Удобное тоже приложение, тоже про него расскажу. Засим, пока. Спасибо за внимание. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова